МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно американские учёные выступили с сенсационным заявлением. Они утверждают, что до зарождения жизни Земля выглядела точь в точь как Титан, спутник Сатурна. Исследования показали, что во всей Солнечной системе только на нём, как и на нашей планете, существует жидкая среда. Из огромных облаков проливаются метановые дожди, которые пополняют бескрайние озёра и полноводные реки. Не исключено, что на Титане есть и простейшие организмы. Астрофизики уверены, рано или поздно на этом небесном теле будут обнаружены следы жизни. И, возможно, эти исследования помогут ответить на главный вопрос. Как на нашей планете зародилась жизнь? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальная наука утверждает, что жизнь зародилась в воде и не может без неё существовать. В течение всей жизни вода необходима каждой нашей клетке. Наш организм на 80% состоит из воды. Человеческий плод развивается в воде. Но откуда она взялась на нашей планете? Пытаясь найти ответ на эти вопросы, исследователи воссоздали модель Земли, такой, какой она могла быть более 5 миллиардов лет назад. Результаты оказались поразительными. Земля была огромным огненным шаром, на котором бушевали океаны жидкой магны. Вот так она могла выглядеть. Огромное пустынное космическое тело. Атмосферы не было, а тёмно-зелёное небо ежеминутно озаряли яркие метеоритные вспышки. Однако полтора миллиарда лет назад всё изменилось. На Земле возникли океаны. Но каким образом на планете появилось столько воды? Ведь и сегодня мировой океан занимает более 70% поверхности Земли. Земля была плывающим шаром, потом остывала, это, так сказать, вещи доказанные. Где-то примерно полтора миллиарда лет назад остыло настолько, что пар, который её окутывал со всех сторон, конденсировался, появились первые океаны. В это время небо было зелёным, поскольку кислорода в атмосфере Земли, в тогдашней, не было. И где-то ещё миллионов 400 или 450 вот этот океан остывал. Но что же произошло миллиарды лет назад? Что дало толчок для рождения всего живого на Земле? До недавнего времени основной теорией была эволюционная. Эволюционная концепция, то есть концепция, грубо говоря, самозарождения жизни, то есть из простого в сложное, и как стимул для появления сложных форм, материальных каких-то соединений, которые порождают некую форму жизнедеятельности, которую мы называем жизнью. Однако последние открытия ломают все привычные научные гипотезы. Теория эволюции утверждает, что жизнь на Земле зародилась и развелась из неживой материи, то есть из воды и камней. А простейшая клетка каким-то невероятным образом возникла в результате хаотического соединения атомов, этой неживой материи. Но возможно ли такое? В учебнике природовидения за четвертый класс писали, что наши предки капельки и камешки. Но это же смешно просто. Кто капельки? Что женщины, а мужчины, наверное, камешки. Вот это просто смешно. На самом деле, как может превратиться неживая форма в живую? Это же большой вопрос. Какие там протоклетки, какие там именно кислоты, какие нуклеиновые кислоты, как они все соединились в один организм? Математики подсчитали. Возможность хаотичного образования компонентов для строительства живой клетки равна 10 в минус 325 степени. С точки зрения теории вероятности нулевая. Но это далеко не единственное противоречие. Если Земля была огромным океаном, значит, сухих мест на ней не было. Поверхность планеты была покрыта водой, в которой макромолекулы просто распадались. Более того, последнее исследование показывает, что единственная суша существовала на ближайшей планете — Марсе. Мы полагаем, что жизнь на Марсе могла существовать приблизительно 4 миллиарда лет назад. То есть приблизительно тогда же, когда жизнь постепенно начала формироваться на Земле. Но это, конечно, могли быть лишь простейшие, самые примитивные виды жизни. То есть какие-то простейшие микробы и тому подобное. Таким образом, мы ищем свидетельства, химические следы того, что когда-то, очень давно, жизнь на Марсе существовала. Неужели жизнь на нашу планету была занесена из космоса? В декабре 2013 года астрономы получили возможный ответ на этот вопрос. Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете признаки прошлой жизни — следы древнего озера с пресной водой, в котором могли существовать организмы. Взятые со дна образцы очень схожи с земными. Сейчас на Марсе фактически нет условий, которые способствовали бы поддержанию жизни, которая могла там когда-то зародиться. То, как выглядит поверхность планеты сегодня, в корне отличается от того, что было 4 миллиарда лет назад. Сейчас там очень холодно, очень сухо. Поверхность больше напоминает пустыню. Поэтому единственное, где жизнь могла сохраниться или где есть вероятность обнаружить, по крайней мере, следы, когда-то существовавшей на Марсе жизни, это на глубине. В прошлом, уверены ученые, химические реакции на Марсе происходили с большей долей вероятности, чем на Земле. В отличие от нашей, красную планету вода не покрывала целиком, а значит, жизнь могла образоваться именно на Марсе и уже потом попасть на Землю. Но как? Изучая этот вопрос, астрофизики отметили, что сегодня породы с Марса регулярно попадают на поверхность Земли. Миллиарды лет назад, уверены ученые, между нашими планетами уже существовал такой же надежный трафик в виде астероидов. На одном из них живые организмы и могли попасть на Землю. Что касается возможности существования жизни где-то еще в других уголках Вселенной, то, на мой взгляд, точнее, на взгляд ученых, жизнь может существовать в любом месте, где соблюдаются четыре основных условия, необходимых для ее существования. Там, где есть необходимые химические элементы, жидкая вода, источник тепла, и все это на протяжении достаточно длительного времени, то жизнь там вполне может развиваться. Однако это не единственная гипотеза, доказывающая космическое вмешательство в процесс возникновения жизни на Земле. Теория о том, что жизнь на Земле могла возникнуть в результате бомбардировок гастероидами и кометами подтверждает новейшее открытие НАСА. Астрономы предполагают, что обледеневшие метеориты при столкновении с нашей планетой вызывали сильные ударные волны. Те, в свою очередь, запустили механизм образования белковых соединений и взаимодействия аминокислот, которые и стали основой зарождения жизни. Есть концепции такие, что зарождение жизни именно произошло на Земле за счет того, что Земля в течение своей истории геологической неоднократно подвергалась космической атаке посредством астероидов, метеоритов, комет, которые, в принципе, богаты химическими элементами разнообразными, особенно вот кометы, если взять там, у них, в общем-то, состав молекулярный включает довольно-таки сложные молекулы, которые, в общем-то, при определенных условиях действительно могли бы связываться в более сложные структуры молекулярные. Более того, пока только кометная версия позволяет объяснить, как в такие короткие сроки на нашей планете возникла жизнь. Ученые считают, что примерно 3,8 миллиарда лет назад Земля пережила конец тяжелой бомбардировки, когда на нее постоянно сыпались обломки кометы астероидов. Исследователь Филипп Коппенс считает, что именно этот период стал для Земли началом новой эры. Мы должны принять, что строительные блоки жизни ДНК не с нашей планеты. Фрэнсис Крик, ученый, который идентифицировал структуру ДНК, сказал, это не с Земли. НАСА воссоздала межзвездное пространство в 1990 году. И с этого времени то, что было идентифицировано, это то, что в межзвездном пространстве строительные клетки ДНК и РНК, а также разные другие молекулы, действительно создаются спонтанно. Что это значит? Что ДНК основывает жизнь, которая может существовать где угодно во Вселенной. Противники данной теории приводят свои аргументы. Если эти молекулы ДНК миллионы лет путешествовали во Вселенной, почему их не погубила космическая радиация? Ведь известно, что космические лучи смертельно опасны для всего живого. По расчетам, кометная гипотеза, она, к сожалению, не подходит для этого сценария, поскольку первое, значит, фильтр для жизни, который несет с собой, допустим, зачатки жизни в виде аминокислот кометы, допустим, является земная атмосфера. И уже, в принципе, в районе земной атмосферы концентрация радиации такова, что просто эти аминокислоты, они не долетят до поверхности. И в этом плане, в общем-то, теория панспермии, она в виде зарождения жизни за счет занесения небесными телами на поверхность земли сложных каких-то органических соединений, она, в общем, сомнительного. Однако последний эксперимент ученых доказывают обратно. В 2008 году камни с колониями бактерий из Британского побережья были доставлены на МТС и закреплены на внешней обшивке. Здесь они испытали все условия открытого космоса. Перепады температур, вакуум и радиацию. Микроорганизмы провели на земной орбите 553 дня. Был такой эксперимент. Выставлялись какие-то микроорганизмы в открытом космосе. И, в общем-то, эти эксперименты были неутешительны для теории панспермии. Все эти, значит, клетки, их оболочки, они просто разрывались под вакуумным давлением. И, в общем-то, радиация, она не оставляла никаких шансов для существования. Это удивительно, но часть микроорганизмов не только выжила, но и впоследствии смогла размножиться. Смогут ли бактерии прожить в космосе хотя бы 100 лет? Вопрос пока открытый. Ведь эксперимент длился немногим более года. Однако эти опыты стали еще одним доказательством того, что кометы действительно могли бы быть идеальными перевозчиками воды, энергии и аминокислот. Всего того, что необходимо для зарождения жизни. Что такое ген? Ген – это определенный участок нашей ДНК. ДНК – это двойная спираль. Внутренняя часть – это аминокислоты, которые соединяются между собой. И внешняя часть – остатки фосфорных кислот. И на самом деле их немного, мы их все в школе учили. Вот, определенное их сочетание на данном конкретном участке в какой последовательности и является геном. В марте 2013 года немецкие генетики провели уникальный эксперимент. Им удалось воссоздать процесс зарождения жизни на модели кометы, которую они поместили в низкую температуру. Через две недели на искусственной комете обнаружили аминокислоты. На кометах вот недавно обнаружены там аминокислоты. В метеоритах даже вот находят даже якобы вот некие микроорганизмы и даже некие такие организмы уже более такие сложные, чем микробы. Вот. но это пока что носит спорный характер и откуда они берутся тоже это спорный характер. Вполне возможно, что жизнь на нашу планету попала благодаря астероидам и кометам. Но эти же космические странники не раз ставили под угрозу существование всего живого на Земле. На Земле все время происходили катастрофы разного типа. Катастрофы медленные, катастрофы быстрые, катастрофы мгновенные. Это были крупные землетрясения, это были климатические изменения, которые связаны с такими же процессами, как, например, извержение вулканов. А были и до этого еще катастрофы, которые были вызваны падением по-видимому очень крупных астероидов или метеоритов. Но астероиды, если размером 10 километров он падает со скоростью 20 километров в секунду, то это мало не покажется. Это глобальная катастрофа. Последние открытия позволили ученым выдвинуть революционную гипотезу, согласно которой жизнь на Земле зарождалась не единственной. Однако ее уничтожали глобальные катастрофы, которые и на земном шаре происходят циклически. по расчетам ученых одно из самых ужасных столкновений с небесным телом произошло больше трех миллиардов лет назад. Тогда на Землю упал астероид размером с Аверест. Кратер, который образовался после удара, считается самым большим и старым из всех известных и носит название Вредефорт. Расположенный в Южной Африке, он имеет диаметр почти 300 километров. По мнению ученых, в результате этой катастрофы на Земле исчезли все одноклеточные, даже бактерии. Была колоссальная катастрофа, при этом погибли все прокариоты, которые существовали на Земле, то есть безъядерные формы жизни. А после примерно 2,7 миллиарда лет, тому назад, как легко мы обращаемся со временем, возникли эвкариоты, то есть существа, в клетках которых есть ядра. Мы с вами тоже эвкариоты. Мы мало чем отличаемся от мухи-дрозофилы и даже мухи-цц, мы родственники. Так вот, появилась совершенно новая жизнь. Ученые убеждены, если бы этих катастроф не было, жизнь на Земле могла иметь совершенно другую форму. Но каким образом катаклизм способствовал зарождению новой жизни? Как появились организмы, которые предшествовали растениям, животным и грибам? Катаклизмы случаются случайно, но именно они являются оплодотворяющим действием эволюции. Они подталкивают я придерживаюсь теории Дарвина, хотя ее так сказать, ныне модно плевать, пинать и прочее. Так вот, по Дарвину существует сейчас 10 видов зайцев, к примеру. Эти зайцы питались пышной растительность, сочной, один зайц мог есть или предпочитал сухую растительность. Наступил засух, все эти вымерли, поскольку растения не стало, а один, который мог колючком питаться, вот этот зайц и уцелел. Я так, утрированно говорю. Понимаете, вот суть эволюции. То есть, катастрофы, они стимулируют развитие. Причиной еще одной крупной катастрофы стало падение астероида в океан между Австралией и Антарктидой около 250 миллионов лет назад. Удар был настолько мощным, что вызвал массовые извержения вулканов в районе прямо противоположном, в Сибири. По мнению ученых, именно это столкновение привело к самому массовому вымиранию фауны на нашей планете. Выбросы метана, лавы и потепление океана уничтожили почти все живое. Некоторые организмы вымирали в течение миллиона лет, а былое биоразнообразие на Земле восстановилось лишь 60 миллионов лет спустя. Где-то 250 миллионов лет вот в этот период значит вымерло 95% всех видов животных сухопутных и около 70% морских животных. То есть совершенно непонятно почему это произошло и в общем флора и фауна в том числе она сменилась на Земле. В современной науке известны пять крупнейших вымираний. Самое раннее Ордовикско-Силурийское произошло 440 миллионов лет назад. Тогда с лица Земли исчезло более 60% видов морских беспризвоночных. 364 миллиона лет назад во время Девонского вымирания наша планета потеряла половину видов морских организмов. Самое массовое из всех великое пермское вымирание 251 миллион лет назад почти полностью очистило Землю оставив меньше 5% живых существ. Половина известных сейчас видов живших в то время исчезла в период триасового вымирания 199 миллионов лет назад. Самое знаменитое имел палеогеновое вымирание 65 миллионов лет назад когда на планете погибли динозавры и еще 60% видов животных. По мнению ученых единственное что объединяло эти трагические события это то что после них на Земле оставалось не больше половины биологических видов. Но кто и когда сменял на Земле ее обитателей и как выглядели эти существа? Когда в водную среду попадает труп или кости они без доступа кислорода заносятся ила и с течением миллионов лет они просто минерализуются то есть минеральные соли проникают в эти костные останки и постепенно образуется та самая окаменелость или отпечаток этой окаменелости обратный слепок который выкапывают палеонтологи те формы которые жил на суше мы их просто не знаем ветровая водная эрозия уничтожает эти костные остатки просто в прах ничего не остается практически ничего от тех животных которые жил на суше ученые пытались воспроизвести внешний вид древних животных по костным останкам однако большая часть подобных экспериментов успехом не увенчалась нет таких животных и вот что делать с этой структурой для чего она нужна понятия не имеем и реконструкции абсолютно разные бывают может быть это все что угодно можно на хвост ее посадить можно на нос и что вот она с этой спирали дел понятия не имеешь изучая древние периоды вымирания ученые заметили удивительную закономерность после массовых вымираний процесс эволюции на нашей планете резко поворачивал в другую сторону так ученые до сих пор не сошлись в главном вопросе почему животные вышли на сушу из воды предполагается что это произошло из-за недостатка кислорода в воде однако концентрация кислорода в воде в те времена могла быть достаточной быть может именно глобальная катастрофа стала толчком к новому витку жизни на земле а вот почему вышли на сушу вот все говорят что возможно в это время образовался озоновый слой озоновый слой это кислород О3 который на высоте километров 20-25 над землей и он задерживает жесткое рентгеновское ультрафиолетовое излучение если бы не была озона мы бы не сидели здесь вот а вот почему его не было это тоже загадка а может кислорода не было тогда в таком достаточном количестве чтобы этот слой образовался на это что-то много есть всяких идей но может быть это так и вот вышли на сушу и пошло развитие мира по мнению антропологов на сушу вышли живые существа с еще не сформировавшимися конечностями но уже не с плавниками произошло это 386 миллионов лет назад однако недавно на юго-востоке польши исследователи обнаружили следы неизвестного животного которое передвигалось на четырех лапах возраст отпечатков оценивается в 395 миллионов лет но что это были за существа некоторые исследователи утверждают что на четырех конечностях передвигались предки рыб которые уже потом сменили сушу на водную среду лабиринта донта они не ходили просто они не выползали они просто вошли в воду эти вот земноводные древние они так же как и кистеперы рыбы двояко дышащие лучеперы их предки были наземными позвоночными они вошли они вышли из воды вот это надо 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 понять у рыб у кистепер рыб у других у современных даже рыб костистых окончательно костных рыб у них существуют рудименты таза рудименты плечевого пояса конечностей да какие виды в действительности жили в то время на планете когда и от чего вымерли ответы на эти вопросы не дают даже современные научные методики очень точная методика радиоуглеродный анализ он дает ошибку в четверть процента понимаете а четверть процента это несколько миллионов лет до миллиона лет миллион лет понимаете в ошибку ну так ну ошиблись миллион туда миллион сюда или хотя бы полмиллиона туда полмиллиона сюда когда они вымирали чего вымирали это как в детективе следов преступления мало Свидетелей нету, улик никаких нету, да? А версий при полно. Однако не все крупные вымирания организмов в истории Земли можно объяснить катастрофами, вулканическими, космическими или какими-то другими. Наибольшее количество загадок касается исчезновения самых грозных древних обитателей планеты – динозавров. Ведь именно после них на Земле наступила эра млекопитающих, к которым относятся и человека. 1983 год, Туркмения. В окрестностях деревни Ходжепил-Алоп местные археологи наткнулись на странную находку. На огромном плато длиной около 400 метров они обнаружили более 3000 следов динозавров. Длина самого маленького трехпалого следа была 18-20 сантиметров, а самого большого – 71. По мнению ученых, эти следы оставили мегалозавры, которые считаются одними из самых крупных хищников юрского периода. Однако главная сенсация ждала ученых под конец раскопок. Рядом со следами древних ящеров археологи обнаружили человеческие следы. Есть очень много свидетелей с того, что динозавры дожили чуть не до современного времени. Ну, коль на 88-м году есть знаменитый факт, что японцы выловили полуразложившуюся тушу плезиозавра. А, собственно, что такое плезиозавр? Это большая черепаха без панциря. Или мягкотелая черепаха. И не более того. Скорее всего, нет речи о том, что есть тотальное вымирание каких-то видов. Да, наверное. Да, наверное, были какие-то планетарные катастрофы, что крупные виды вымирали, мелкие выживали. Ну, крупные тяжелее выжить. Но это не факт, что именно так развилась наша планета. Это далеко не доказанный факт. Ученые были потрясены находкой. После тщательных исследований они заявили, что найденные следы действительно принадлежат человекоподобному существу. Длина следа составляла 26 сантиметров, что соответствует 43-му размеру ноги современного человека. Ученые полагают, что тот, кто оставил этот след, был в несколько раз выше среднестатистического человека. Но как это возможно? Ведь следы были найдены в слое почвы, которому как минимум 40 миллионов лет. То есть в тот период, когда по общепринятой версии динозавров уже не было, а люди еще не появились. Так что за существо оставило эти следы? И как они могли оказаться рядом со следами динозавров? Да, возможно, они выжили. Да, возможно, не таких громадных размеров. Я бы не исключал, что динозавры жили намного позже, чем считают, что они вымерли. Понимаете? Обезьяны-то, шимпанзе живут до сих пор, понимаете? Шимпанзе, гориллы и все. Они чуть моложе, чем динозавры. Но крокодилы, они старше динозавров, живут же. И ничего, и есть еще более древние виды. Легенды всех известных цивилизаций описывают драконов. И в Европе, и в Азии сохранились документы с описанием чудовищ. Они полностью соответствуют реконструкциям, которые уже в наши дни сделаны на основе окаменелостей. Неужели предки человека действительно жили бок о бок с доисторическими монстрами? Человек может знать о своих предках больше, чем ему кажется. То есть у человека в нервной системе, в мозгу заложена информация о прошлой жизни. Только не все человек способен считать. До сознания это не доходит. Возможно, это они и жили. То есть они их видели. Этих драконов, так сказать, будем говорить. И возможно, что это по памяти. Исследования историков подтверждают догадки антропологов. Едва ли не все народы Земли в древности поклонялись рептилиям. Причем в понимании наших далеких предков создания эти были разумными. Самые известные индийские змеи-люди Наги и основатель греческих Афин, получеловек, полузмей Кекроп. Китайцы с незапамятных времен и до сих пор почитают мудрого дракона. Известно его изображение в виде человека с чертами рептилий. Исследователь Дэвид Айк выдвигает на этот счет свою гипотезу. Он считает, что современные люди ведут свою родословную от высокоразвитых змеевидных существ, которых наши далекие предки считали богами. На основании родовой линии, на основании ДНК, императоры Древнего Китая обосновали свое право восходить на престол тем, что они вели свое происхождение от змеевидных богов. И, конечно же, не стоит забыть о драконии символики, которая широко распространена на Дальнем Востоке, и которая также очень тесно связана с тем, о чем мы сейчас с вами говорим. Возьмите, например, индейские народности, которые проживали на территории Центральной Америки, такие как майя и ацтеки. Они поклонялись змеевидным богам, таким как Кукулькан в мифологии майя, а также Кецалькоадли, один из главных богов цивилизаций, населявших Центральную Америку. Есть еще один факт в пользу этой теории. Китайский лунный календарь имеет цикл из 12 животных, 11 реально существующие. Выходит, и 12-й, дракон, тоже жил не так уж давно. Более того, он мог быть разумным. К такому выводу пришел писатель Бернард Вербер. Исследователь считает, что среди динозавров был один вид, ростом примерно с человека, который ходил на задних лапах. По объемам мозг стенонихозавра сопоставим с человеческим. Эти ящеры могли думать, совместно охотиться, хватать и кидать камни передними конечностями. Были способны к живорождению, имели зубной набор, в общем-то, похожий на человека. У них была нормальная кожа, так сказать, присутствовала, так сказать, нормальная терморегуляция, и цикл вот выведения мочевой кислоты был нормальный, как у млекопитающих у человека. Ну и мозг они, соответственно, имели более крупный. Первым на гуманоидную внешность стенонихозавров в 70-е годы прошлого века обратил внимание канадский палеонтолог Дейл Рассел. Их реконструированный облик напоминает космического пришельца. Складывается такое впечатление, что за историю Земли много раз на Земле появлялись прямоходящие существа, похожие на нас с вами. То есть у них были руки и ноги, грубо говоря. И этими руками и ногами они совершенно разную функцию выполняли, их предки. То есть ногами они ходили, а руками они что-то там делали, вкусные пирожки там, или что-нибудь с ветки ягоды сорвали, и в рот их кидали и прочее. Это, видимо, прямоходящие, похожие на людей какие-то возникшие. Опять-таки, откуда они возникли, непонятно. Вот такие формы. Исследователи предполагают, что ящеры были теплокровными и имели четырехкамерное, как у человека, сердце. Эти открытия стали еще одним доказательством гипотезы о том, что именно разумные рептилии могли быть далекими предками человека. Какая из рептилий наш предок? Я считаю, что динозавр... Если откопают такого динозавра, который ходил на двух ногах, но опирался на всю стопу, тогда можно с большой долей уверенности сказать, что это вот наш предок. И, в конце концов, этот предок, динозавр, стал млекопитающим. Миллионы лет суши, море и воздух принадлежали огромным ящерам. Однако им на смену пришли более слабые виды млекопитающих, нынешние хозяева планеты. Почему это произошло? И как закончилось владычество динозавров? Сегодня многие исследователи убеждены, что миллионы лет назад на Земле произошла глобальная катастрофа, которая привела к изменению климата. Вода на Земле имела другой состав. Она была насыщена кальцием. Именно поэтому у древних рептилий был огромный и прочный скелет. Но со временем, под воздействием внешних факторов, облик динозавров стал меняться. Они вовсе не вымерли в течение двух лет, как они показывают американцы. Понимаете? Там более сложные процессы были, но, возможно, скажем, другая немножко. Не из-за самой катастрофы, а из-за ее последствий. Преимущество получили те животные, которые были, во-первых, меньше, чем динозавры, маленькие. Потому что чем хуже живется, тем легче вымирают, так сказать, большие. Ученые предполагают, что динозавры сосуществовали с млекопитающими на протяжении 150 миллионов лет. Безусловно, гнезда ящеров были уязвимы. Но самые опасные для них хищники оказались слишком малы, чтобы съесть яйца крупных динозавров. От этого численность не уменьшается, что кто-то там где-то... Это должна быть система, чтобы вот взялся какой-то вид и только одними яйцами динозавров питался, и все. Такого нету. Ну, может, какой-то вклад внесли. Уменьшение количества. То есть ни одна рассматриваемая версия, я, так сказать, не поддерживаю, что она является единственной причиной вымирания динозавров. Ни одна. Проблема гибели самых больших существ в истории Земли остается неразрешенной. Среди версий резкое похолодание, вспышка сверхновой звезды и даже массовая эпидемия. Как полагают ученые из Новой Зеландии, свидетелями этого катаклизма были в том числе и пингвины, которые 65 миллионов лет назад почти не отличались от современных. Но почему пингвины выжили, а динозавры погибли? Вымирали-то, как я говорю, они долго. Как только начали появляться, сразу начинали вымирать. Это огромная группа, которая появилась 228 миллионов лет назад. И первые формы совсем не похожи на последующие, которые там жили через 150 миллионов лет. На протяжении этих почти 150 миллионов лет происходило появление их нового форм и вымирание старых. Последние открытия ученых говорят о том, что около 65 миллионов лет назад Новая Зеландия располагалась гораздо ближе к Южному полюсу. В 1915 году немецкий ученый Альфред Вегенер впервые выдвинул теорию дрейфа материков, согласно которой облик Земли неизменно меняется, потому что континенты путешествуют по поверхности нашей планеты. Предложил идею, что 200 миллионов лет назад материки все были вместе. И он назвал это пан-гей. Пан-всеобщая, гея-земля. А потом они разошлись. А как он дошел до этой идеи? Он взял ножницы и вырезал топографическую карту. И сложил. И все сошлось. Вот метод-то элементарный. Но тогда геофизика была на заре. Никто не знал, что внутри. Он не мог механизмы предложить. Согласно одной из теорий, все материки собираются в единый суперконтинент примерно раз в 500 миллионов лет. Так что у нас осталось примерно половина этого срока перед тем, как Евразия, Африка, Австралия, Антарктида и обе Америки объединятся в пангею ультима. Это кажется невероятным, однако фиксируемые сейчас направления движения материков свидетельствуют, что так оно и будет. По данным GPS это установлено точно. Вот Австралия, например, она движется очень энергично к северо-востоку. Причем, по-моему, чуть ли не сантиметров 8-10 в год. Потому что Атлантика расходится 3-4 сантиметра. Вот мы все, Европа и мы, Москва и Урал, мы все движемся к северо-востоку 2 сантиметра в год. Вот так вместе. Понимаете? Все. Атлантика расходится. А Австралия вот так быстро идет. И если реконструкция, скажем, через 50 миллионов лет, Австралия столкнется с Малайзией, с Филиппинами и так далее. Именно движение материков некоторые исследователи считают причиной вымирания динозавров. Тектонические передвижения изменили рельеф и климат привычной им среды обитания. И все же главной версией гибели ящеров остается метеоритной. Согласно ей, 65 миллионов лет назад гигантский астероид столкнулся с Землей. Однако до сих пор не доказано, что это падение привело к вымиранию древних рептилий. Челябинский метеорит или Чебаркульский, который имел размером, может, метров 10 или метров 5, он развалился, и его кусок подняли из Чебаркуля. Все-таки это обычный каменный метеорит, хандрит. Но и то, какую панику он поднял. Какая была взрывная волна. А вот 65 миллионов лет назад метеорит размером примерно в 10 километров упал в районе полуострова Юкатан в Мексике. И 65 миллионов лет, это рубеж между, ну, в геологии между мелом и палеогеном, когда вымерло 75 процентов, 90 процентов биоты. Все вымерли. И всеми любимые динозавры. Но это не означает, что метеорит упал в субботу, а в понедельник все динозавры вымерли. Они, может, долго вымирали. Другие ученые считают, что ящеров погубила их еда. Привычные нам цветковые растения содержат ядовитые химические соединения. В день ящеры потребляли до 200 килограммов травы, а вместе с ними 50 граммов растительных ядов. Даже для трехтонного гиганта эта доза была смертельной. Но до сих пор остается загадкой, как эти растения завоевали на Земле столь обширные пространства. Такое впечатление, что некие существа, похожие на нас с вами, приземлились здесь, на этой Земле, привезли с собой цветковые растения, или как-то их генно модифицировали, существующие голосемены. И стали просто методично истреблять этих динозавров. Вот складывается такое впечатление. То есть фактически могли появиться новая популяция, совершенно доминирующий вид какой-то, который мы не знаем абсолютно ничего о нем. Но что, если новой популяцией после гибели динозавров стал древний человек? Исследователи полагают, что толчок к эволюции человекообразных обезьян дала очередная катастрофа. Жизнь на этой планете Земля существует несколько миллиардов лет. Мы знаем, что Вселенная намного старше, чем это. Были какие-то изменения, которые меняли нашу планету. Некоторые объекты не подвергались такому воздействию, как эти. И поэтому возможно, что даже если они тысячу, две тысячи, три тысячи лет, десять тысяч лет впереди нас, это значит, что они могли прийти сюда десять тысяч лет назад и иметь какие-то дела с нами. Сейчас вопрос, как мы были созданы? Было ли это что-то вроде генетического эксперимента пришельцев? Ответ мы не знаем. Есть такая возможность, но у нас нет доказательств. Согласно официальной теории, процесс возникновения древнего человека начался через 55 миллионов лет после вымирания динозавров. Исследователи подсчитали, что динозавры господствовали на нашей планете около 260 миллионов лет, за которые пережили 9 кометных бомбардировок. Удастся ли человеку побить рекорд динозавров? Версий относительно предков человека разумного довольно много. Однако общая картина происхождения людей не ясна ни археологам, ни палеонтологам. Одни промежуточные звенья между человеком и древними обезьянами остаются неизвестными, происхождение других наука не объясняет. Карманьонцы появляются в Европе, Передней Азии и в Северной Африке и в других местах планеты около 60-40 тысяч лет. Вот в этом промежутке они появляются и захватывают практически весь мир. То есть их останки находят в Австралии, даже в Америке, вот сейчас по последним данным они появляются, и в Разии, и в Китае и так далее. В Индонезии. В общем, абсолютно непонятно, откуда они взялись. Они совершенно не похожи ни на неандертальцев, ни на гельдельбергского человека, ни на эректуса, человекопрямоходящего. Это абсолютно новый вид. Откуда они взялись, совершенно непонятно. В родословные неандертальцев, предков современного человека, которых считают более древними, чем кроманьонцы, тоже много белых пятен. Когда генетики извлекли ДНК из локтевого сгиба неандертальца, неандертальского человека в 97-м году, они были поражены. То есть ничего общего с современными людьми это не имеет. В три раза превышает расстояние генетических особенностей, что мы видим вот в современных расовых группах, максимально удаленных друг от друга современного человека. То есть это стало говорить о том, что неандертальцы не являются, и тут же антропологи прозрели, не являются нашими предками. Еще больше отличий генетических и физиологических существует между человеком и обезьяной. У человека, в отличие от всех приматов, ноги длиннее рук. За это мы расплачиваемся болями в спине и сдвигами в позвоночнике. И это не единственный генетический недостаток нашего организма. У людей хрупкие кости, например, да? Довольно хрупкие. Вот всякие проблемы с зубами возникают. Зубы хрупкие тоже. А это о чем говорится? Что, возможно, пища у тех этих гипотетических инопланетян, она была другая. Гравитация тоже была другая. То есть усилия надо было применять, чтобы сделать шаг, пробежаться, в общем, гораздо меньше. Поэтому нужны были совершенно другие, так сказать, костные основы скелета. Возникают всякие, так сказать, сколиозы, возникает остеопороз к старости и так далее. Дарвинисты не сомневаются в том, что люди произошли от человекообразных обезьян. Однако этот подход продолжает вызывать множество вопросов, ответов на которые нет до сих пор. Вся костно-мышечная система человека – длинные негибкие ноги и слабые руки – очевидно, не приспособлены для того, чтобы быстро лазать по деревьям. Человек, его предки никогда не жили на деревьях. Никогда. Вот начиная от земноводных, они ходили на двух ногах. И все эти динозавры на деревьях не жили, а палец оттопыренный был. И не для того, чтобы за деревья хвататься или там что-то им делать. Вообще в науке народ весь должен знать, что в природе нету такой цели, что для того, чтобы что-то делать. Ноги у нас не для того, чтобы ходить, уши не для того, чтобы слышать, глаза не для того, чтобы видеть. А мы слышим, видим и ходим, потому что имеется у нас такая возможность, потому что мы родились с определенными свойствами. Более того, современные генетики считают, что код клетки обезьяны не имеет ничего общего с человеческим. То есть между человеком и обезьяной существуют только внешние сходства. Человек много чем отличается от других видов. Во-первых, мы самое водохлебное животное. Мы больше всех приупотребляем жидкости на килограмм веса. Мы самое потливое животное. Мы больше всех потеем. У нас больше всех потовых желез. Даже включая животных, которые вообще не имеют волосяного покрова. И которым это необходимо. Человек рождает детей недоношенными. Человеческий ребенок для того, чтобы он родился доношенным, должен рождаться не через 9 месяцев беременности, а через 2,5 года. Более того, еще один немаловажный вопрос до сих пор остается без ответа. Современный мир земных существ насчитывает до 100 миллионов видов. Но как появилось это разнообразие? Как образуются новые виды? Как по Дарвину? А вот случайно там конечности удлинились? А почему они должны удлиняться у потомков? Понимаете, случайно вот так. И естественным отбором почему-то отбирались с длинными конечностями. Они мешались эти... Я не знаю, почему они должны отбираться. То есть, естественный отбор не ведет к образованию новых видов. Сама идея Дарвина, она не верна в корне. Сама идея не ведет к образованию видов. И не показан механизм, каким путем образуется новый вид. Современные селекционисты тоже не говорят, как. Не все организмы, населявшие Землю в далекие времена, оставили свой автограф. Механизмы возникновения жизни пока остаются загадкой. Ученые открывают все новые миры и галактики, но до сих пор не могут ответить на главные вопросы. Как появилась жизнь на нашей собственной планете? И когда человек попал в число ее обитателей? Редактор субтитров А.Семкин